То есть на самом деле появились женские батальоны, женщины пошли и к пушкам, и крепости охранять, и в кавалерию, и куда угодно. И в лётчице, первые лётчицы, в том числе, кстати сказать, одна польская лётчица была на память, на мемориале в Катыни. Есть одно имя, высеченное красными буквами, то есть все там, значит, золотыми, а она красными. Банда Ливандовская, то есть польская лётчица, расстрелянная с несколькими тысячами мужчин. Вот, ну и оставались чисто женские дела. Выдали мундир пехотный, и винтовку тоже. Образок ему надел, пусть пою поможет. Не держу его, хоть сердце, всё исходит болью. Долг зовёт его, чтоб ты всех нас из неволи. Без твоей любви, Мария, не спасут ни щит, ни латы. Крепость превратится в камни, Беззащитенцом солдатам. За щит присмотри, святая дева, Ты за облачного трона, За сыночком, что уходит, Что уходит в регионы. За сыночком, что уходит, Что уходит в регионы. Рукавички шерстяны Я связать успела, Чтоб холодную винтовку Брал он в руки смело. Да в очкумке сед на пол Дам ему с собою, Может, про меня и вспомнит Он после отбоя. Без твоей любви, Мария, Не спасут ни щит, ни латы. Крепость превратится в камни, Беззащитенцом солдатам. Присмотри, святая дева, За щитит, закрой руками, Ты, сыночка, что уходит, Что уходит со стрелками, Ты, сыночка, что уходит, Что уходит со стрелками. Мать одна его растила, Вырос он здоровый, Мать другая призывает Снять с нее оковы. Там, где падают снаряды, Каждое мгновенье, Захранят его отлихо Два благословения. Без твоей любви, Мария, Не спасут ни щит, ни латы. Крепость превратится в камни, Беззащитенцом солдата. Присмотри, святая дева, Сквозь заоблачные сини, Сохрани легионера, Что идет к свободе ныне. Сохрани легионера, Что идет к свободе ныне. Тут надо уточнить один момент. Дело в том, что Первая мировая война, в первую очередь, еще была разделена на три части. То есть, значит, часть Россия, часть Пруссия, часть Австро-Венгрия. И поляки воевали за три армии. То есть, получилось вот так, ну, могли встретиться в бою, что называется. И поэтому они решили воспользоваться моментом и, в принципе, воевать за себя. Что, в общем-то, Полсутский и сделал. То есть, создавал регионы, вот, и пытались они пробить независимость свою. И, в общем, это, в конце концов, удалось. Хотя, говорят, пролоббировал Дзержинский. Хоть какая-то пульза тема была. Вот. Вот эта вот песенка, значит, про солдат уходит в легиона. Ну, женское лицо войны – это еще одно лицо. Это жена, это возлюбленная, которая… Вот, поэтому следующая песенка называется «Белые розы». Получается такой символ, значит, польский флаг – это два цвета, то есть красный и белый. Вот, и две песни есть. Я, ну, «Красный маки» на Монте-Кассино, я ее тоже перевела, но я ее уже 10 лет не могу выучить. То есть, ну, не получается мне беспить, вот, хоть ты тресни. Вот. А вторая, вторая белая половинка – это «Белые розы». На самом деле, на такие говорят, что мелодия утащена у венгерских гусар. Ну, в принципе, там чувствуется, конечно, что там эти венгерские вот отчасти даже перепады какие-то. Белых роз сады уже полны, Возвращайся, Янек мой, с войны, В дом войди, как не было тех лет, Дам тебе за это белых роз в букет. Помнишь, уходил ты на войну, Роза поднесла тебе одну, В бой спешил ты, вышел за порог, Соскользнув с винтовки, Соскользнув с винтовки, мой увел цветок. В бой спешил ты, вышел за порог, Соскользнув с винтовки, мой увел цветок. Тихо в доме, вечер на бедах, Не вернется Янек никогда, В поле спит постель его черна, Урожай кровавый собрала война. И не надо Яну ничего, Расцвели сады не для него, Там под яром, где в сраженье пал, Розу на могиле ветер растрепал. Там под яром, где в сраженье пал, Розу на могиле ветер растрепал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова